17 часов местное время прямой эфир телеканала россия продолжают вести ульяновск в студии ирина шмыгова здравствуйте и коротко главном с пометкой сделано в россии уже на текущий момент у нас есть заказы от клиентов и новые станки которые мы производим мы отгружаем им более того клиенты хотят именно станки новой серии в ульяновске сегодня открылся третий технологический симпозиум дмг море павел игнатьев с подробностями у города на волге будет новая набережная сейчас сингелей можно сказать переживает революционное событие еще совсем недавно парковая зона набережной выглядела вот так теперь здесь происходит грандиозная стройка какие грандиозные преобразования ждут сингелей поведает элла шахова чтобы на пути школьников не было опасностей в каждой школе проведите встречу какими дорогами идут наши дети глава региона поручил разработать карты безопасных школьных маршрутов и в эти минуты на президентском мосту уже введено сезонное ограничение скорости до 60 километров в час в профильном ведомстве отвечают что это ограничение устанавливается в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при наступлении отрицательных температур воздуха зимний скоростной режим начал действовать ровно в 17 часов предварительно продлится он до 20 апреля следующего года в регионе сегодня состоялся третий технологический симпозиум дмг моря на нем ведущие специалисты представили опыт отечественного станкостроения на полях форума побывал павел гнатьев дизайн станков текущей версии заметно обновлен а сама техника отныне обладает новым набором функций оборудование современного ряда оснащено мультисенсорной панелью с датчиком вибрации отстройкой параметров и обновленной системной математикой уже на текущий момент у нас есть заказы от клиентов и новые станки которые мы производим мы отгружаем им более того клиенты хотят именно станки новой серии за четыре года с конвейера сошло свыше тысячи станков токарных фрезерных и вертикальных обрабатывающих центров эколайн сейчас уже проверенным и завоевавшим рынок добавляются станки новой линейки их сборкой займутся нынешние сотрудники и те кто только придет на завод руководство уверяет что команда специалистов увеличится как и минимум вдвое спорта сквозь по асс а он и не будет продать данный проект будет иметь название эйван и у нас есть все средства и возможности для организации для достаточно скорой организации этого проекта как в свое время организовали проект цифровизации станкостроения ставший пионерам по внедрению новых технологий компании дмг море ставку на умное производство будет делать и дальше для нас если хотите это вход в новое цифровое технологическое будущее по самым разным направлениям вот именно так мы оцениваем ульяновский станкостроительный завод совсем скоро отмеченной маркировкой произведено в россии станки будут собирать из комплектующих отечественных производителей если заявленные темпы импортозамещения удастся выполнить уже в следующем году уровень локализации производства составит 70 процентов павел гнатьев александр абрамов вести ульянов сенгелей стоит на волге и в отличие от других населенных пунктов нашего региона у этого города пологие спуски к воде здесь давно обустроили набережную но кроме лавочек и небольшой детской площадки и и ничего до сих пор не украшало и вот появился шанс элла шахова продолжит сейчас сенгелей можно сказать переживает революционное событие еще совсем недавно парковая зона набережной выглядела вот так теперь здесь происходит грандиозная стройка вот там будет роли дров здесь велосипедная дорожка дальше будет большая детская площадка виде корабля а на волге будет располагаться большая красивая набережная так благодаря проекту комфортная городская среда сейчас преображается прибрежная полоса сенгелея общая площадь реконструкции 5 гектаров общая стоимость более 60 миллионов рублей половина федеральные средства половина региональные плюс инвесторы данного проекта витража не было мы бы своими силами конечно это не осилили вот для этого мы решили вот наверное принимать участие в данном конкурсе сенгелей выиграл его в номинации малые города с населением до 10 тысяч человек проект по реконструкции набережной носит кодовое название тиждегладь место и правда соответствует сюда вошла и вырубка насаждений и обустройство зон отдыха разных направлений спортивная детская для релакса самое главное что население города сенгелея было единодушно при выборе объекта реконструкции ведь у каждого свои планы и видение этой территории велопрогулку велосипед ставим садимся обсуждаем последние вот новости в городе сенгелеи сидим просто на скамейке и наслаждаемся видом волки домой и обратно а по велодорожке на велосипеде здесь также появятся две смотровые площадки каждая в 60 квадратных метров территорию парка станут освещать более ста светодиодных фонарей по энергосберегающей технологии ночью будет эконом режим плюс видеонаблюдение для соблюдения правопорядка но среди всего многообразия у данной зоны отдыха будет свой уникальный арт-объект самой главной фишкой или изюминой данного парка данной парковой зоны будет являться маяк который будет нести свой функционал как арт-объект население там будет иметь возможность подняться на 15 метровую высоту и посмотреть скажем так на город сенгелей и на реку волги еще есть с высоты скажем так птичьего полета завершиться все работы должны концу этого года и наверняка набережная станет излюбленным местом отдыха у жителей и гостей города элла шахова александр абрамов вести ульяновск в инзи в минувшие выходные погиб ребенок следователи установили что в субботу днем семилетний мальчик находился на территории заброшенного хлебзавода во время игры в прятки он упал с высоты получил повреждения в области головы и грудной клетки ребенок был госпитализирован однако несмотря на оказанную медицинскую помощь утром 27 октября скончался по данному факту ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело назначен комплекс необходимых экспертных исследований расследование уголовного дела продолжается в ульяновские и области внедряются карты безопасных маршрутов школьников о том что это такое и как выглядит на примере одного из учебных заведений в нашем репортаже эти кадры сняты две недели назад традиционное аппаратное совещание в стенах региональной администрации одна из первых тем которые поднимает губернатор сергей морозов безопасность школьников разговор ведется не просто так совсем недавно в саратове погибла школьница отправившиеся в учебное заведение в каждой школе проведите встречу какими дорогами идут наши дети нет ли где-то объектов которые так сказать связанные с какими-то недостроями брошенными стройками там со всеми остальными где собираются антисоциальные элементы а эти кадры сняты уже сейчас возле школы номер 29 что в северной части ульяновска для детей проводят специальные уроки на которых рассказывают об элементарных правилах безопасности в школе и дома а также конечно по дороге на занятия и при возвращении домой если избежать все сокращения дорога пускай увеличится на одну минуту но она будет безопасной так как и подхода к школе есть тротуары подобные занятия проходят и в других школах ульяновска и одними уроками безопасности дело не ограничивается перед школами поставлена задача не только осуществить мероприятие по безопасности на территории образовательных организаций но и обследовать всю прилегающую территорию поэтому вот в данный момент эта работа ведется возле той же школы номер 29 демонстрирует как осмотр прилегающей территории осуществляется на практике отмечены и дворы и соседний гаражный кооператив учебное заведение патрулируют и народные дружинники первый опыт был уже весной это так мы не оставили и решили возобновить то что мы делали весной и сейчас каждая школа охраняется ну то есть наши народные дружинники осуществляют патрули вот эта школа она взяла в двойной патруль потому что здесь рядом находятся гаражи рядом находится пустырь при создании общей карты рисков безопасности будет выделено несколько категорий объектов среди них заброшенные и аварийные здания проездные дворы открытые подвалы и чердаки места сбора шумных компаний и тому подобное в дальнейшем будет вестись работа по устранению нарушений и неполадок игорь кранцев среди свечников вести ульяновск вы смотрите вести ульяновск и мы продолжаем выпуск компания по ремонту дорог в 2019 году постепенно завершается в минувшую субботу после капитальной реконструкции в регионе торжественно открыли сразу две магистрали общей протяженностью 11 километров раньше на этих участках водителям приходилось лавировать между ямами теперь все иначе репортаж артема петрова право первыми проехать по реконструированной дороге предоставлены тем кто здесь провел последний месяц за это время на трех километровом участке уложено двухслойное полотно а также проведены работы по благоустройству раньше здесь запросто можно было разбить подвеску но уже сегодня сразу три поселка соединяет ровное асфальтобетонное полотно когда мы сюда приехали здесь вообще не было никакого движения можно сказать никакой дороги ничего тут не существовало все это мы начинали с нуля для местных жителей ремонт этого участка больше чем подарок здесь проходит и школьный маршрут который теперь стал безопасным очень часто мы взаимодействуем между школами и приходится ребят возить на маршруте на школьный маршрут на школьном автобусе сейчас конечно здесь проблем никаких не будет тех кто делает дороги лучше отметили на региональном уровне награды приурочены сразу к двум профессиональным праздникам дню дорожного рабочего и дню автомобилиста благодарю наших дорожников за прекрасную высокопрофессиональную работу за шикарный подарок который они приурочили к двум замечательным праздникам полная реконструкция участка проведена в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги регионы должны стремиться к конкретным цифрам по ремонту магистралей сегодня региональные автомобильные дороги только 45 процентов соответствует нормативному состоянию наша задача довести до 2024 года до 68 процентов этот норматив в ульяновской области пролегает и 430 километров дорог федерального значения они тоже обновляются сразу 8 километров трассы которая связывает чувашию и ульяновск в этом году капитально отремонтированы регионы федеральное дорожное агентство подписали соглашение которое решает многолетний вопрос в ведении росавтодора теперь переходит и 117 километровый участок между самарой димитровградом и ульяновском в его составе и второй по протяженности в стране после крымского президентский двухъярусный мост теперь его содержание будет вестись не за счет регионального а федерального бюджета мы готовы к приему каждого участка автомобильных дорог федеральную собственность и поэтому я думаю что никаких перебоев по данному поводу не будет в этом году ульяновская область один из лидеров по строительству и ремонту дорог такую оценку регион получил в екатеринбурге на форуме дорога 2019 от министра транспорта россии считаю необходимым отметить сегодня регионы лидеры по выполнению всех ремонтных работ включая финишную укладку асфальта бетона на промежуточных мероприятиях мы больше критиковали сегодня если позволить это очень хотел бы похвалить лидеры белгородская самарская владимирская воронежская пензенская тамбовская тульская мурманская ульяновской области удмуртская республика и чеченская республика работа дорожников отражена и на специальной фото выставки которая открылась в областном правительстве в объектив ярослава евдокимовой попали ключевые моменты ремонтной кампании этого года на кадрах не только магистрали но и жизнь людей для которых новые межмуниципальные трассы нечто большее село по большому счету пришел праздник каждый дом в каждое сердце инновационные технологии применения современных полимеров и индивидуальный подход к каждому участку все это повышает износостойкость и укрепляет каркас магистрали а значит новое полотно прослужит гораздо дольше артем петров и домир губеев вести ульяновск страпа самолета сразу в работу губернатор области по прилету из москвы осмотрел ход строительства нового центра художественной гимнастики на московском шоссе напомню его возведение началось 2017 году по поручению президента россии владимира путина в рамках национального проекта демография спорт норма жизни сейчас выполнены все основные виды работ завершение планируем конец 20 года на сегодняшний день построена коробка то есть каркас проведены коммуникации с нового года начинаем отделку и в конце года планируем сдачу проект новый интересный красивый наш центр будет на уровне россии сам новым самым продвинутым в центре запланированы комфортные раздевалки два разминочных зала зал хореографии а также демонстрационная площадка с большим помостом и со зрительным залом на 520 мест в общей сложности на строительство спорткомплекса будет выделено больше 500 миллионов рублей с федерального и областного бюджетов у нас самая проблема сейчас нашим в маленьком зале который находится на улице его толстого парка матросова у нас очень низкие потолки здесь идут стандартные специализированные залы для именно занятия художественной гимнастики так как идет работа с предметами нам нужен высокий именно проброс предметов поэтому у нас острая необходимость в этом зале сейчас в ульяновской областной школе художественной гимнастике занимается 400 девочек прием строго ограничен этой цифры большему количеству спортсменок просто негде заниматься сергей морозов обратил внимание на важность пополнения школы профессиональными тренерскими кадрами с открытием нового спорткомплекса прием будет расширен минимум до 1000 человек товарищеские матчи международного масштаба хоккеисты ульяновской волги в рамках подготовки к предстоящему чемпионату страны провели на льду у волгоспорт-арены два контрольных поединка с финским клубом ветеря первая игра складывалась для ульяновцев очень непросто 2-2 к 90 минуте лишь на последних секундах гол нападающего волги эмиля бихузина склонил чашу весов пользу ульяновской команды обычный игровой момент просто саша степанов услышал что я ему кричу и оставил меня соперник не ожидал но я пробил и забил обидно что пропустили в конце счет 2-2 был бы более справедлив но это игра волга хорошая команда а нам нужно играть до последней секунды чтобы не допускать такого во второй встрече которая прошла накануне гости из финляндии также смогли навязать ульяновцам борьбу но в итоге волга одержала победу со счетом 5-2 для 18-летнего защитника ильи сорокина матча с ветеря стали первыми в основном составе ульяновского клуба ведь ранее хоккеист выступал только за молодежную команду первую минуту особенно в первой игре мне мандраж был да довольно таки серьезный но потом почувствовал мячик партнеры дали почувствовать мяч и полегче стало результат не очень хороший но мы продолжаем готовиться к сезону он финляндии начинается позже чем в россии у нас много новых молодых игроков победы придут а здесь в ульяновске мы отлично потренировались в вашей арене 30 октября в 11 30 волга проведет еще один товарищеский матч с казанским динамо а 5 ноября пройдут стартовые матчи нового чемпионата страны волга сыграет в архангельске с местным водником наш выпуск завершит информация о погоде а сразу после смотрите ток-шоу с андрей малаховым прямой эфир до встречи 8 40 местное время суббота в студии ирина шмыгова доброе утро актуальные темы полезные советы зарядка кулинарные секреты обо всем этом расскажем в программе местное время суббота на канале россия не проспите смотрите в субботу 8 40 на канале россия 1 в ближайшие сутки атмосферное давление будет расти ожидается переменная облачность без существенных осадков ветер ночью северо-западный умеренный до сильного днем северо-восточный слабый до умеренного температура воздуха ночью по области от минус 2 до 3 градусов тепла в ульяновске 0 плюс 2 завтра днем по области от 3 до 8 градусов выше нуля в ульяновске плюс 4 плюс 6 и 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